Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами, наконец-то, прямой эфир. Я вырвалась отовсюду, и сегодня мы будем говорить с вами о деньгах. Да почему о деньгах? Потому что, конечно, это одна из самых-самых-самых волнительных тем. Буквально сегодня я выступала на мини-конференции, и когда я задала вопрос, какая у вас самая большая боль, то большинство людей начали писать о том, что ипотека, кредит, боюсь, что меня выставят из съемной квартиры, все время боюсь, что мне не хватит денег от зарплаты до зарплаты и так далее. И, конечно же, это такая очень пульсирующая боль, история. Я по этому поводу даже сейчас допускаю новый марафон, но вы на него не попадете, потому что он доступен только для рерайтовцев. Но тему глубоко изучала, изучаю, и сама много всего проходила, прокачивала, потому что любые наши с вами программы, а это именно программы, вот такие проблемы, они всего лишь являются плодами, по сути, плодами того, что у нас там внутри. Помните, как вот плоды? Плод-то висит на дереве, но история в том, какое семя было посажено. Вот и у нас все наши денежные и финансовые проблемы связаны с тем, что было когда-то, то есть то, почему сегодня мы не воспринимаем деньги, не в состоянии их зарабатывать или накапливать, или приумножать, или пробивать свои денежные потолки, все это связано с неким прошлым, о котором мы, в частности, либо не помним, либо не знаем, либо не знаем, что это связано, в общем, не связываем какие-то все эти вещи. Поэтому сегодня я хочу вам об этом немного рассказать. Я бы хотела, чтобы сегодня вы задавали вопросы на тему финансовую, я бы отвечала на них в эфире, в том числе, тогда нам будет интересно. Но, пожалуй, хочу начать с ключевого. То, что кажется обедкой, но все мы об этом забываем. Я уже многократно говорила о том, что один из законов разума гласит, что мысли – это реально действующие силы, и это наш магнит. То, о чем мы думаем, каждая наша мысль, которая наделена каким-то эмоциональным окрасом, а эмоциональный окрас – это когда нам не все равно, то есть у нас это вызывает некую эмоцию. Каждая наша такая мысль, она имеет некую энергетическую волну, чистоту, которая как магнит притягивает подобное. А теперь давайте вернемся к истории денег. Когда человек говорит, да я все время думаю о деньгах, это, конечно, с одной стороны может показаться хорошо, но главный вопрос, который вы должны себе задавать – а как я о них думаю, с каким окрасом? Давайте отделим одно от другого – деньги от окраса. Когда вы думаете о долгах, когда вы думаете о том, что вам не хватает, когда вы думаете о том, как заплатить за коммунальные услуги, заплатить за кружок ребенка, купить себе новые сапоги, какую эмоцию вы переживаете? Вот скажите мне, пожалуйста, какая эмоция при этом вкладывается? Вы думаете, вау, как круто, что у меня есть долги, вау, как здорово, нужно платить коммуналку, здорово, мне надо оплатить счет, о, мне надо пойти в магазин, купить продуктов, классно, сейчас я оставлю там 2 или 3 тысячи гривен или 200 гривен, не знаю, на сколько вы там шопитесь. Какую эмоцию у вас это вызывает? Эмоция, она, наверное, не нужды, ну вы же не думаете, боже, эмоция нужды, нет, это скорее другая эмоция. Тревога, да, абсолютно правильно, тревога есть, да, ёпсель, бля, я очень хорошо это знаю, люблю платить, это прекрасно, жалко отдавать, да, и так не хватает. А помните вот эту историю, вот у меня недавно было, приходишь, эвакуатор забрал, да, или царапина на машине, или порвалась сумка единственная, ботинок испортился, ребенок что-то порвал вещи, ты говоришь, блин, я только тебе купила, сколько тебе этого можно покупать, ты все это портишь, ты знаешь, как мне достаются деньги, да. Постоянное беспокойство, постоянное, это какой чистоты, пусть вы ничего в этом не соображаете, но давайте интуитивно, как вы думаете, если есть вибрации высокие, вибрации радости, и вибрации негатива, низкие вибрации, как вы думаете, эмоция, какого уровня вибрация, когда вы говорите о деньгах, в таком ключе, какого уровня эта вибрация, высокая или низкая, чтобы вы понимали немножко значение вот этих всех вибраций, что это, это высокие или низкие вибрации, надо, да, чувствовать долго, иду в магазин тратить одну сумму, ввожу в магазин с потраченной большей суммой и думаю, почему больше. Низкая, конечно, низкая, понимаете, да, это низкая. А теперь включаем закон магнита, да, и видим, что низкие вибрации притягивают другие низкие. Другие низкие, это потери, это утраты, то же самое, да, нашла синоним, это болезни. Помните, как бывает, когда вы пытаетесь эти деньги куда-то рассунуть, и вдруг заболели, вдруг заболели чего-то там. То есть низкая вибрация, когда вы говорите о том, что начинается черная полоса, вот, блин, опять. Помните, я и так мало денег получил, расстроился, а у меня и эти деньги украли, или купил бракованное, или вот эта потеря денег, когда и без того мало, ну, как же так, вы говорите, я и так тяжело зарабатываю, мало денег, и тут на тебе, еще к доктору пошел, мне выписали столько лекарств, и у меня опять нету денег. Ну, что за жизнь? Вот вы должны понимать причинно-следственную связь, вот этих низких вибраций. Низкая притянет низкая, бедный станет еще беднее, помните, а богатый станет еще богаче. Кто догнал уже смысл, почему так происходит? Вы понимаете, уровень вот этих вибраций, когда ты получаешь деньги, а потом пошел, и, ну, ты счастливый, ты богатый, у тебя все хорошо, и тут опа, ты еще какую-то там лотерею, или тебе говорят, ой, у вас еще там бонусы на кассе, ой, у вас там еще что-то, вот, и ты думаешь, о, деньги поперли. Вот это и работает. И этот, правильно, закон притяжения, конечно, но этот закон притяжения работает постоянно. Это не закон, который сработал вот сегодня, да, он работает постоянно. Нету никакого бумеранга, нету никакого бумеранга. Есть история вашей вибрации, внутренней, и если вы находитесь в вибрации бедного человека, а вибрация бедного человека, это постоянная тревога за деньги, постоянно их не хватит, постоянно где их взять, и поэтому, что бы вы ни делали, ваша проблема остается с вами. Вы больше зарабатываете, и больше они у вас уходят. Вы сегодня получили вроде премию, вы так сильно старались с болью, и подвернули ногу. И подвернули ногу. Как убедиться, что этот закон действительно работает? Посмотрите на свою жизнь. Все, что вы имеете, вы притянули своими мыслями, можете выстроить причинно-следственную связь. Абсолютно все, что мы имеем, это результат наших вибраций. И когда у вас начинается проблема за проблемой, решать ее нужно не во внешнем мире, а в голове. До тех пор, пока вы будете на это злиться, негативить, выдавать вот этого всего говнеца, переживать, вы будете как магнит притягивать еще больше. Когда вы сидите и говорите, ну за что это мне? Ну я же ничего не сделал. Что оно валится все на меня? А вам там еще звонят, и тут еще надо, и это еще надо. И вы не понимаете, что происходит. Вот еще раз, можно сидеть и наблюдать за плодами на деревьях, да, почему они такие плохие, и пытаться исправить плоды, но нужно исправлять семена, разбираться нужно с семенами, потому что всегда есть корни, истоки. И когда вы решаете проблему на глубинном уровне, у вас дальше плоды идут те, которые нужно, понимаете? Вы же не сидите над яблоней, не думаете, как сделать из нее вишню. Такие сели, как же сделать вишню отсюда? Давай попробуем ободрать, значит, вот эти все яблоки, вдруг вырастут вишни. Ободрались, сидите год, не выросли, опять выросли яблоки. Вы думаете, а что если вишню на клей присадить, значит, может быть получится, присадили, класс, вам нравится, но клей все это уронило, все упало. Вы же понимаете этого? Каждый день звонит мошенник. Как от этого избежать на тонком уровне? Вам звонит мошенник, потому что внутри вас есть программа, которая говорит о том, что вы относитесь к деньгам, то есть у вас неправильная денежная программа, которая говорит о том, что вам деньги не нужны, вы их не принимаете. Деньги, ну как же так, как это я не принимаю деньги, что это я хочу деньги? Нет, ребята, вот есть очень много разных моментов, ну давайте чуть-чуть поразбираем. То есть первое, если вы испытываете дискомфорт все время, когда думаете о деньгах, то, что мы только что оговорили, это ваша первая негативная программа к деньгам. То есть у вас в подсознании записано, что деньги это плохо, они приводят вас в стресс. Я вам уже неоднократно говорила, что в нашем подсознании стоит, как в компьютере, программа по умолчанию, которую нельзя снести, которая звучит следующим образом. Я выбираю для себя самое лучшее, я оберегаю своего хозяина, точнее для своего хозяина, говорит ваше подсознание. Как ему определить, что для вас хорошо, а что для вас плохо? Очень просто. Оно определяет, что для вас хорошо, а что плохо, по вашим эмоциям. Потому что, когда мы стрессируем, у нас начинает меняться вообще состав наших клеток, понимаете, у нас есть там гормоны, и меняется наш химический состав, и организм понимает, это стресс. Он делает все для того, чтобы от стресса вас избавить. Ложненькая такая информация. Вы стрессируете от денег. Вы говорите, деньги, блядь, опять. Он говорит, точнее ваше подсознание, оно говорит, тихо, 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 я сейчас избавлю тебя, никаких денег. Все пошли отсюда, деньги все вышли. Мой хозяин стрессирует от одной мысли о деньгах. Вышли все, чтобы я вас не видел. Вы понимаете, что происходит? Ваш охранник личный охраняет вас от этого, потому что вы стрессируете. Вам нужно заплатить, и у вас ужас, потому что опять, сука, в кошельке эти деньги. Я помню, когда-то, сейчас я буду раздеваться, я получала зарплату в долларах, когда была в группе. Я помню, у меня была зарплата 800 долларов, и я эти 800 долларов по соточке меняла в обменнике. Я помню вот этот эффект, когда ты соточку отдаешь, и ты чувствуешь себя богатым. 800 долларов зарплата, это нормально как бы было. Сотку отдаешь, разменял, положил в кошелек, она тает. Ты зашел, там себе купил шампунь, прокладки там, продукты, просто сотки нету. Испарилась, как фокус-фокус. Ты следующую бумажку, сотку достаешь, и думаешь, ну ладно, еще 700 есть. Меняешь, остается 600, и 100 долларов помененных. опять ты начинаешь за что-то платить, а не опять. Ты говоришь, ёпсель, как, в кошельке было. Даже есть такое ощущение, что у тебя эти деньги убрали, украли, как будто бы. То есть, ваша эмоция негативная, которой вы снабжаете деньги, вот она вам это и дает. И до тех пор, пока вы это не осознаете, не найдете программу, какую, что значит программу. Программа это значит, что когда-то, в детстве, скорее всего, программа формируется двумя способами. Первое, это то, что сформировано в детстве, на бессознательном уровне. То есть, наши родители что-то делали. Например, вы когда-нибудь видели в детстве, может быть, этого не помните, как папа с мамой сильно ругались за деньги. Папа кричал маме, ты транжирка, ты тратишь на все деньги, сколько бы я ни принес, ты все равно потратишь. Она кричала, нет, но я же покупаю нам продукты, я же там что-то. И все. И вы поняли, деньги, вы не поняли, что происходит, но вы поняли, мои два самых дорогих человека ругаются из-за денег. Я ненавижу деньги, сказали вы себе, стерто-стерто. И у вас это отложилось. И дальше, вы что-то делаете, вы говорите, я люблю деньги. А внутренне, у вас работает программа «Деньги плохо». Вы сами этого не понимаете. Она лежит, как, знаете, как красная лампочка. И от вас энергетически, а наша каждая с вами мысль, это энергия, она у вас там укоренилась. Вы сами не понимаете. Но в жизни это тоже проявляется. Например, вам хотят дать деньги за что-то. Приходят вас поблагодарить. Вы говорите, не-не-не-не-не, я деньги не беру, это взяточничество. Вам говорят, да нет, это благодарность моя, вы мне очень помогли, вы мне сэкономили время, вы меня поддержали. Вы говорите, не-не-не-не, нет-нет, это взятки, я вам буду должен, я деньги не беру. Вы идете по улице и видите, как лежат какие-то деньги, где-то. В лифт зашли. Неважно, вы думаете, не-е-е, я чужое не беру, мне деньги ваши не нужны. Вам дают чаевые, где-то оставляют, говорят, возьмите, вы говорите, вы сдача, они говорят, да нет, оставьте, пожалуйста, себе. Вы говорите, нет-нет-нет, у нас все честно, под расчет. Это ваша внутренняя программа, которая не дает вам принимать деньги. Она может звучать так, я бедный, зато честный, мне чужие деньги не нужны, я буду зарабатывать сам. Вторая программа, когда, например, вы можете зарабатывать разные суммы денег, может быть, даже очень большие, но каждый раз с прикосновением, с соприкосновением у вас с деньгами, вы, у вас как-то это нелегко получается, вот так, сложно. То есть, у вас каждый раз как будто битва какая-то, вам, у вас очень много сложностей, очень много проблем, сложные клиенты, сложный заказ, сложное что-то, вы зарабатываете деньги, но когда вы их получаете, у вас есть такое, уже отсутствует чувство радости, потому что вы понимаете, что как-то вы по-зверски их зарабатываете, вот как-то вот тяжело, и не можете никак эти деньги заработать без этих сложностей. Здесь очень часто программа в детстве родителей, которые работали, возможно, но говорили, что для того, чтобы заработать денег, ты должен тяжело пахать. Деньги – это труд сыном или дочка. Нужно пахать, деньги легко не даются. Хватило нескольких раз, чтобы в детстве вы в этом убедились, особенно если вы видели родителей, которые тяжело работали, которые жаловались на это, но гордились тем, что отец говорил, я отец, я этот дом построил своими руками или чужими, я заработал на это все, я пахал, я… Вот вам программа. И вы зарабатываете, но вы все время чувствуете себя, как на каторге, и иногда думаете, нахрена мне эти деньги, я не могу получить от них удовольствие. В детстве разгружали арбузы, дали арбузами детям, отец меня наругал. Вот, тоже история, да? То есть отец наругал, то есть не поддерживаем, не поддерживаем совершенно вот это стремление ребенка, вместо того, чтобы сказать, какой он, какой он молодец, арбузы, замечательно, ты такая умница, ты зарабатываешь все время, там, неважно, деньги, еще, ты молодец, ты умничка, не, надо наругать. У нас же как, помните, ребенок хочет маме сделать подарок, вот у меня, я рассказывала, Ева принесла мне мороженое, летом, стаканчик, и перевернула его, и она мне несла мороженое, очень счастливое, но пришла, перевернула, у меня на весь коридор, мне пришлось мыть весь этот коридор, я уставшая такая, знаете, она хотела меня порадовать. Я мою, и мне хочется и сказать, Ева, блядь, не надо было нести это мороженое, я не хочу мороженое, теперь мама стоит на карачках и моет это все, но я же понимаю, что я сейчас сделаю, я сейчас ребенку запрещу дарить кому-то радость, она по каким-то причинам, которые она не будет помнить, будет помнить только одно, что делать кому-то хорошо, это плохо, почему, не знаю, но не буду я ничего никому дарить, ничего заморачиваться, не хочу, поэтому я ей что говорю, спасибо, моя солнышко, она расстроилась, расстроилась, я говорю, малыш, это вообще не важно, мне так приятно, что ты мне принесла, ты такая умница, ты, важно соображать, что вы делаете, для того, чтобы потом ваши дети не расхлебывали то, что нам с вами предстоит расхлебывать, поэтому всякий раз, когда у вас есть негативная вибрация по поводу денег, страданий, по поводу денег, ничего не происходит, так, ничего не происходит, появился, нет, звук, я ничего не делала, нет, не появился, не мазал звуку, вот так вам, я не знаю, что случилось, здравствуйте, появился, о, ура, все, замечательно, хорошо, значит, по поводу, по поводу детей, по деньгам, безусловно, вы можете установить с ними какой-то заработок, то есть, сумму денег, которую вы им платите за что-то, потому что привязка, все-таки, что ты получаешь деньги, делая что-то полезное, мне кажется, она правильная, ну, это такое мое мнение, это первое, второй момент, это мотивация для родителя, потому что, в тот момент, когда вы понимаете, что вы родили троих детей, и не можете их обеспечить, и не можете дать им хорошее будущее, это мотивашка для вас, оторвать свои жопы, не говорить о том, что, ой, мы нарожали детей, у нас многодетная семья, подайте нам, я вообще, когда это вижу, думаю, ребят, ебаться вы можете, а детей обеспечивать вы не можете, я, может быть, сейчас говорю обидные вещи, но вы знаете, когда у меня наступил момент, когда я пришла в магазин, в игрушек, и Ева мне говорит, мам, я хочу там куклу, а я начала на нее кричать, сколько можно у тебя этих кукол, сколько ты будешь их покупать, я поняла, что это моя личная истерика, что я не в состоянии больше купить своему ребенку куклу, что на это у меня нет денег, значит, я хуевая, блять, мать, значит, что-то я в своей жизни сделала не так, значит, я где-то себя заткнула, если у меня есть две охуетительные дочери, и я не могу, блять, купить куклу и рассказываю о том, что куклы это типа, у вас и так их много, ребята, это хуйня, мое личное мнение, что проблема в нас, как в родителях, и мы начинаем ограничивать детей тогда, когда сами затыкаемся, когда сами, я понимаю, что вам это все сейчас не понравится, я прекрасно это понимаю, очень хреново осознавать, что ты несостоятельный родитель, я знаю, это больно, я сама это прекрасненько осознавала, матюки это не низкие вибрации, вибрация это эмоция, которую вы вкладываете в это, я вкладываю в матюки самые высокие вибрации, потому что это пиковые точки, когда тебя должно прорывать, когда это не блять, я, блин, голимый человек, а блять, эврика, понимаете, вот о чем я говорю, вопрос в том, что вы несете, что вы вкладываете, так вот, вы меня спросили, я же вам не начала рассказывать сама про детей, и вы меня спросили, а я вам говорю, что если вы родитель, то будьте добры, и говорите, у меня недостаточно средств, будьте добры посмотреть на своих детей, для которых вы будете являться примером, и сейчас вы можете показать детям, что такое отсутствие денег, что такое экономия, что такое вот эти программы бедности, а можете включиться и получить самую наивысшую точку мотивации для собственного развития, и сказать себе, да в конце концов, да сколько можно, да я хочу быть другим родителем, я больше не хочу так жить, и принять решение, изменить свою жизнь, взять и изменить, а изменить, это значит взять ответственность, это значит больше не искать отмазок, чтобы такое ребенку сказать, почему ему не дать денег, а найти причину, как развиваться дальше, найти причину для того, чтобы зарабатывать больше, я лично поняла, что я не хочу своим детям рассказывать то, что я каюсь рассказывала, потому что это отчаяние родителей, отчаяние, когда ты понимаешь, что ты не можешь что-то купить ребенку, что жизнь говно, но это ты говнюк в этот момент, это не твой ребенок говнюк, и ты обязан включиться и пойти, со мной это работает так, и я настроена именно так, я никаких других советов вам давать не могу, я считаю преступлением родить детей, и не найти для себя мотивацию для развития, это мой такой личный подход, вот и все, я не знаю, про что вы говорите, если ни в чем не отказывать ребенку, то он может обнаглеть, во-первых, никто не говорит ни в чем не отказывать, говорится о том, что вы должны с ребенком, вы должны иметь возможность дать все, тогда вы будете уже осознанным родителем, а осознанный родитель, это который разговаривает с ребенком, который учит его, тогда я смогу сказать, что вы действительно родитель, который развивается, потому что родитель, который зарабатывает деньги, которому приходят деньги, это родитель думающий зачастую, И это родители, которые могут подобрать слова для ребенка. Что вы думаете, я прям все подряд покупаю детям, я им объясняю, я им рассказываю, что такое деньги, для чего они нужны, как ими пользоваться. Конечно, я их этому учу, но я не лишаю их детских радостей. Я часто задаю себе вопрос, что я сейчас ребенку покупаю, в данном случае нужную вещь или эмоцию и вибрацию радости, того, что он понимает. Меня сейчас любят, подарок на день рождения. Мои дети все имеют, честно вам скажу. У них есть телефоны, у них есть шикарный дом, у них полный гардероб одежды, больше, чем ребенок способен сносить, как мне кажется. Но тем не менее, я очень внимательно анализирую и смотрю, что приносит моему ребенку истинную радость. Не на что он реагирует, как вот знаете, на само собой полагающийся, а где его эмоции, что он в этот момент чувствует. Что для него важно. И это, когда вы начинаете развиваться, вы сами начинаете подбирать верные слова. Когда мы говорим, я разбалую ребенка, чаще всего речь идет именно о том моменте, когда мы не в состоянии что-то дать ребенку. И это наша оправдательная программа себе. Я его разбалую, поэтому я не буду. Имей возможность дать ему все, и тогда ты сможешь правильно понимать, что нужно, как нужно, куда нужно инвестировать и так далее. У меня, например, самая большая инвестиция у Евы, и это то, о чем она знает, это ее танцы. Бальные танцы. Бальные танцы – это не дешевое удовольствие. Вот я сейчас ее жду как раз. И когда Ева говорит мне, например, «Мам, я хочу еще пижаму». Например, в магазине она что-то видит, она всегда что-то хочет. Я ей говорю, «Евчик, вот смотри, у тебя сколько дома пижам?» Она говорит, «Пять». Я говорю, «Супер, смотри, у нас с тобой есть сейчас задача, мы с тобой поставили цель в наших танцах. Ты тренируешься каждый день, ты же знаешь, сколько стоят твои тренировки и так далее. Давай с тобой сейчас будем думать, в какую сторону мы хотим двигаться. Если мы хотим двигаться в сторону нашей цели, то давай двигаться в сторону нее. Если ты хочешь просто жить жизнью ребенка, который просто тратит деньги, я могу тебе эти деньги с вот этого бюджета, ты знаешь, какая это сумма, давайте ты будешь каждый день тратить на игрушки, на пижамки». Она говорит, «Нет, мама, я хочу танцевать». Мы должны, как я считаю, учить ставить приоритеты. Я в жизни не умела ставить этих приоритетов. У меня очень много было ужасных денежных программ, с которыми я по сей день разбираюсь. Очень много. Я не умею ее накапливать, я не умела абсолютно куда-то в одну сторону направляться. Я хотела все и сразу, и за счет этого постоянно находилась, как белка в колесе. Все время у меня не было никогда финансовой стабильной истории. Я этим очень сильно гордилась, но сейчас я не хочу этого. То есть сейчас я хочу сделать так, чтобы я могла себе позволить не то, что не работать, но не бежать каждый день именно из-за денег. То есть я не хочу, чтобы деньги были моей главной мотивацией в контексте того, что если у меня их не будет, мне не за что будет что-то купить, оплатить или поесть. Ну, не знаю, насколько я это понятно объясняю. И когда вы начинаете развиваться через это, поверьте, вы находите для своих детей подходящие слова. Когда у вас идет жесткий подсос, вы начинаете злиться на своих детей, вы начинаете думать, что они какие-то недостаточно, значит, там, не ценят эти деньги. Ну, в общем, множество всяких факторов. Вот и все. Вот и все. Что значит, если внутри стоп дорогой покупки мои родители так не жили? Как побороть? Ну, это тоже как раз история про внутренние программы. Тут нужно покопаться. Вот я, например, на тренинге, у нас есть специальные медитации и так далее. То есть упражнения, которые помогают нам зарыться. Вы должны понимать, что для того, чтобы мы решили любую проблему, у нас есть три пункта. Первое, нам нужно ее осознать, осознать вообще, что эта проблема есть. Второе, нам нужно найти ее причины, то есть зайти вовнутрь и найти истоки этой проблемы, понять, из-за чего это вообще. Почему вот большинство людей даже не понимают, что у них есть такая причина. Нет денег и нет денег. Плохое государство, ну, вы знаете, да, всю эту историю. То есть, когда я осознаю, ёпсель, у меня есть такая проблема, у меня есть постоянно повторяющаяся программа. Почему-то у меня здесь затык. Я ее так раз, знаете, накрыла колпачком. Второе, я думаю, так, мне надо понять причину, откуда это. Это как вы на теле у себя нашли прыщик, ну, извините, или там, косточку. Вы думаете, ой, бляха, у меня косточка тут какая-то выпирает. Так, ты начинаешь разбираться. Пошел к врачу, так, а чего она у меня тут торчит, эта косточка? Тебе сказали, диагноз, да, там, вот у тебя она торчит, вот это. Что мне с этим сделать? Как мне сделать так, чтобы этой косточки не было? Точно так же с денежными программами. Первое, я выявляю, что, оказывается, у меня есть такая программа, осознаю это. Второе, я разбираю, осмысляю ее, да, то есть осмысление происходит, почему это произошло. Третье, я ее меняю на новую, убираю это и ставлю другую. Вот приблизительно так. То есть вам нужно сделать то же самое. У вас, скорее всего, где-то вот эта история про дорогое, про то, что нельзя на себя так много тратить, про то, что это глупо, про то, что так делают только дураки, про то, что, а вдруг вам понадобится куда-то в другое место деньги, а вдруг не хватит. Тут нужно смотреть. Так, спасибо за правду. Пожалуйста, не хочет ходить в музыкалку, правильно ли будет его мотивировать деньгами? Нет. Я думаю, что правильно будет найти причину, поговорить с ребенком, почему он не хочет ходить в музыкалку. Это вопрос музыки или вопрос учителя, или вопрос обстановки. Всегда важно выявить первое. Если ребенок говорит, мама, ну мне не нравится вообще заниматься музыкой, я не хочу, не надо, вы ему закладываете программу, смотрите, вы ему говорите, а за деньги, вы понимаете, кого вы растите? Вы потом растите человека, который не слышит себя и айдет куда-то ради денег. То есть он будет все время искать мотивацию и деньги, а слышать себя не будет. Помогите своему ребенку услышать его. В чем причина? Бывает такая причина, что дело в коллективе, в учителе. Мама, мне нравится музыка, но я эту училку не выношу. А бывает в музыке. Разбирайте причину. Глупая мотивация деньгами, она как бы смывает, ну типа помогает вам временно на короткий промежуток решить. Но в длинную, в долгую это не работает. Мне родители платили за оценки в школе, меня это стимулировало зарабатывать больше и больше, это был хороший опыт и помог. Да, почему? Потому что в школе, как правило, это же вынужденная наша программа, мы все понимаем, что мы там учимся. И когда родители мотивируют, безусловно, я, например, у меня Ева не в восторге от английского, но ей 6 лет. И я думаю, я ей говорю, Ева, в чем проблема? В преподаватели, в том, в том. Потом я поняла, что проблема в том, что она делает рабочую часть и не делает домашнюю. А домашнюю, знаете, почему не делает? Потому что ей не с кем делать. Ее никто, я ее оставила на произвольную. Няня английский не знает, Алисе некогда. И я начала делать, говорить ей, слушай, давай попробуем вместе. И мы начали делать вместе домашку по английскому. Учить слова, повторять в машине, делать упражнения у нас там интересные. И все. Ребенок моментально включился. Ребенок начал говорить фразы, ребенок начал с удовольствием идти на занятия. Почему с удовольствием? Потому что он подготовленный. Потому что учительница говорит, ты сделала домашку? Она говорит, нет, я не успела. У нее все время есть оправдание. А тут она все время успела, она счастлива. Помните, как мы в школу ходили? Если уроки сделали, значит, все хорошо. Поэтому в данном случае родители молодцы, вы молодцы. Ну, как бы школа, это такая немножко другальная история. Так, правильно задали вопрос. Да, да, да. Я еще раз говорю, ребят, я не хочу никого оскорблять. И безусловно, я не могу вам давать фидбэк. Я вас не знаю. Я не знаю, какая у вас там ситуация. Я говорю взагали. Ну, такое общее понятие. Поэтому не воспринимайте как личную обиду. Это, знаете, как я давала интервью, не интервью, а общалась с психологом на проекте «Супер-жена». Я первый раз видела психолога, он первый раз видел меня. Он увидел пять кадров из всего выпуска, которые там сковеркали. И, типа, сделал вывод о том, что там я, ну, неплохая мать, ну, там, типа, неправильно воспитываю своих детей. Поэтому я тоже ни в коем случае не хочу вас оскорбить. Я вам про такую ситуацию, вот такую интерпретацию я увидела и дала вам. Как потом изменить эту неправильную программу? Как с ней работать? Это делается все-таки на специальных тренингах. Потому что, ну, как бы, я не знаю, как вам объяснить самостоятельно. Для этого и существуют тренинги, где вы работаете с этими вещами. У меня такой будет для рерайтовцев. Если вы рерайтовец, попадете. Если нет, то становитесь рерайтовцем или ищите кого-то. Добрый вечер, обожаю, спасибо большое. Все время думаю про долги, которые мне должны отдать. Смотрите, когда вы думаете о долгах, долги только увеличиваются. Вот такая классная штука. Чем больше вы думаете о долгах, они только увеличиваются. Или расстояние между вами удаляется. Значит, когда-то была такая история, я вспомнила. У моего Сергея была недвижимость, когда мы поженились. И когда начался финансовый кризис, он мне говорит, ты не паникуй, сейчас мы ее продадим, значит, там, за миллион долларов. И типа все будет окей. И мы такие, о, класс. И мы ходили там, например, идем, стоит, неважно что, платье, трусы, что угодно. И он говорит, сейчас дом продадим, и вот это тебе купим. Часы тебе купим. И вот поедем в Милан на шопинг. Короче, первый год мы фантазировали, второй год мы фантазировали, третий год мы фантазировали. И четвертый мы вообще забили. Продали мы это имущество вообще не за миллион долларов, а сильно-сильно дешевле. Знаете, когда? Когда мы заработали свой миллион первые. То есть, когда мы забили вообще на это, когда мы уже просто поняли, что мы уже были готовы выкинуть это. Уже нам казалось, что в этом нет никакой ценности, там что-то начало ржаветь внутри. Вот когда мы научились зарабатывать сами деньги, оно к нам вернулось. Деньги к деньгам. К вам вернутся долги тогда, когда вы откроете свой денежный поток. Сейчас бесполезно. Ну, пусть вам станет легче. Так, Широдяку и Будласочка. Как помочь ребенку найти свое предназначение? Первое и самое главное – стать осознанным родителем, стать примером. Вы должны показать ребенку пример того, что такое найти свое предназначение. Если вы свое не нашли, если вы не реализовываетесь, для ребенка непонятно, зачем это делать, что это такое и для чего. То есть, мама или папа, а желательно оба, должны быть реализованы. Обратите внимание на то, где дети достаточно успешно развиваются. Там, где родители в пределе, где родители реализованы. Ребенок, хотите вы этого или нет, берет вашу модель. И если вы сами понятия ничего не имеете о своем предназначении и гундоносите о том, что работать дерьмо, как бы вам еще куда-то устроиться, то ребенок ниоткуда не возьмет информацию о своем предназначении. Понимаете? Вы должны это осознавать. Почему я говорю? Помните, как в самолете? Сначала надень маску на себя, потом на ребенка, так и здесь. Сначала спасите себя, найдите себя, затем спасется ваш ребенок, у него не будет шанса другого, он берет от вас. Мне говорят, откуда у тебя вот дочери такие целеустремленные, они видят маму, мне не нужно их уговаривать в чем-то, я этого не делаю. А им нравится, им нравится тоже быть занятыми, им нравится тоже достигать. Им, они, знаете, как мы идем где-то по улице, ко мне кто-то подходит и фотографируется. Они стебутся с меня все время, типа, Ольга Ермилова идет. Здравствуйте, Ольга Ермилова, потому что на турнирах у Алисы, у Евы, в супермаркете. Ну, я не знаю, я не настолько известный человек, но много подходят людей. И они говорят, Ева, например, недавно танцует, и к ней взрослая девочка подходит и говорит Еве там, ты так здорово танцуешь, она так улыбается, она мне подходит и говорит, скоро и со мной будут фотографироваться. То есть дети берут пример с нас, хотим мы этого или нет, понимаете, это даже, ну, как бы, помимо участия. Если прикладное, не заставляете своего ребенка ничего делать, дайте ему возможность выбрать, посмотрите, наблюдайте за ним, что у него хорошо получается, говорите ему об этом, хвалите. Хорошо рисует, хорошо пишет, хорошо, вот у меня Ева, например, знаете, что делает? Она все время химичит, она все время что-то соединяет. У меня в ванной, ну, не у меня, а у нее, благо, отдельное. Постоянно вы бы видели, что она там творит. Я уже забыла покупать, раньше у нее были обожженные руки, потому что она еще что-то добавляла туда, то есть вот эти слаймы, не слаймы, она все время миксует, она обожает миксовать продукты. Вся кухня вымазана, все, но она обожает это делать. Я понимаю, что вот это микс, что-то с миксом, это точно ее. Я сначала говорю, Сережа, боже, может она химиком будет? Она говорит, нет, ей просто нравится разные мешать ингредиенты. Запоминайте, смотрите, наблюдайте. У меня Алиса в гимнастике, она мне заявила, мама, я хочу жить на гимнастике. Я хочу жить. Я говорю, ты понимаешь, что ты, да, ты можешь пойти потом, если ты будешь супер классно, в юниорскую сборную, но ты знаешь, что там девочек просто убивают. Это жесточайшие тренировки, это вся жизнь в зале. Она говорит, я хочу жить в зале, я знаю, что их там убивают. Я говорю, ну ты понимаешь вообще, какой уровень твоих тренировок будет? Мне так нравится. Окей, пока тебе так нравится, you are welcome. Я говорю, у меня есть хорошие реабилитологи, уже если что, буду помогать. Вот, собственно, и все. Так, как сделать, чтобы люди принимали меня с моими убеждениями по отношению к людям, позитивными? А зачем вам это делать? Зачем вам делать? Вы хотите заставить людей делать то, что вы хотите. Зачем? Зачем? Вот вы вдумайтесь в этот вопрос. Люди не должны воспринимать. Когда вы начинаете меняться, меняется ваше окружение, ваше энергетическое поле. И автоматом одни люди уходят, а другие притягиваются. Это как кружок. Вы были гимнасткой, решили стать танцовщицей. Зачем вы гимнасток хотите превращать в танцовщицу? Зачем? Вы просто меняете коллектив. Он меняется сам по себе. То же самое и здесь. Я такая позитивная, я вас хочу всех сделать позитивными. Да пошла ты в жопу, тебе говорят. Позволь себе быть собой, а другому быть другим. Поверьте, я вот где-то миксуюсь, я вообще не навязываю людям ничего. Абсолютно. Самое дурацкое, что я могу делать, это пытаться этих людей переделать. Я могу оставаться собой со своими взглядами, со своим видением. Но, тем не менее, переделывать других людей, рассказывать им о том, что вы все неправильно живете, вы вообще все козлы, я тут такая умная, послушайте меня. Что вы? Нет. Улыбаюсь. Ну да, ну конечно. Люди убеждены в том, что мир сложный. Окей, их мир сложный. Мой мир простой. Их мир бедный, мой мир богатый. У нас просто разные миры. Ну да, мы находимся с ними рядом. Вот и все. Если человек хочет меняться, у него есть такая возможность. Всегда, в любой момент. Но менять его силуков, да упаси меня, Божик. Так. Домработница все время плачется, что все так дорого, много тратим. Как отгородиться от ее разговора? Жестко. Жестко. Очень жестко. Объясните ей. Смотрите, Маша, вы находитесь в моем доме. Я вас очень прошу. Вы классная домработница. Ваше дело помогать мне в уборке. Вот. Все. Я вас очень попрошу эти темы не обсуждать. Ну не будете же вы читать лекции своей домработницы о позитивном мышлении, о намерении, о том, в чем она такая бедная. Она поэтому и домработница, что она так думает. Но вы имеете право, как работодатель, сказать ей о том, что вы эти темы не обсуждаете. Вы против этих разговоров в доме. Вы в данном случае руководитель. Помните, что босс – это босс. Босс не может быть подружкой. Если вы босс-подружка, ну, значит, вы партнеры с ней. Тогда вот партнерте. Как уходить, снимать, убирать фразы родных? Надо жить посредством, надо экономить. Не обсуждать этого. Ну, то есть вы должны принять, понимаете, когда вы так говорите, вы хотите изменить, опять-таки, своих родных. Вы взрослый человек. И вы вольны выбирать, как вам жить. Вы же взрослый человек. Если вы ребёнок, вам проще, вы редко бываете дома. Если вы взрослый человек, значит, вы принимаете позицию жизненную для себя. Если вы живёте с родителями, значит, вы понимаете, ну, там, вы взрослый человек и живёте с родителями, значит, если вы такой умный, то ваша задача – съехать от этих родителей. Если вы принимаете, что вы взрослый, родители имеют право жить, и ваши близкие, и родные, так, как они живут. Вы имеете право жить так, как вы хотите жить. Так живите. Чё, вы сидите у них там на квартире, дома, и пытаетесь им рассказать, чё, значит, делать надо правильно, да, там, вот они неправильно мысли. Да, вы тут так сильно правильно мыслите, но вы даже на дом себе заработать не можете, на съёмный. Если говорить о вашем партнёре, то с партнёром тут всё, знаете, если вы реально начинаете меняться, а ваш партнёр нет, ну, выхода, вариантов нет. Всё очень просто, вот вы должны это осознавать, всё на самом деле сильно просто. Как поверить в себя, не получается открыть своё дело, всё время что-то мешает, а не получается. А вы приходили ко мне на рерайтер жизни, что вы задаёте такой вопрос? Если вы приходили ко мне на рерайтер жизни, я с вами в личке готова этот вопрос обсудить. Если вы не приходили ко мне на рерайтер жизни, то для начала приходите. Сын любит танцевать, но хочет учиться, не хочет учиться, а говорит, что зачем учиться, если я хочу заниматься тем, что мне нравится. Я согласна, но школу-то заканчить нужно. Ну, здесь нужно как бы с ним поговорить, тоже, знаете, размышляя, что, ну, сынок, смотри, как бы всё классно там, да, ты любишь танцевать, это мега круто, ну, просто бросить сейчас школу, ну, как-то немного тупо. Давай как-то с тобой, ну, подумаем, да, поразмышляем, ну, вот ты бросил школу, ну, прикинь, у тебя нету среднего образования. Ну, ладно, ты в институт не хочешь там идти, пофиг, ну, школу-то как-то всё-таки надо. То есть, вот понимаете, размышлением, не ты, блин, тварь, иди учись, я тебе, мать, я тебе тут сказала, а разговором друзей, вот вы с другом встретились, вы говорите, блин, я что-то там не хочу, расскажите что-то с примера, расскажите там, ну, что угодно. У меня есть там подружка, которой мама рассказывала, как она забеременела ей, молодая, и не знала вообще, что с ней делать. Аборт было страшно делать, я как рожать вообще не понимала. И вот она с ней об этом поговорила, она говорит, ты знаешь, мне было так страшно принять это решение, тебя рожать, я сама ребёнок, я ни черта не знаю, понимаешь, что с твоим папой нет, она тебя родила. Я просто поняла, что для меня это важно, я хочу, чтобы у меня была дочь. И сейчас я понимаю, что это моё самое верное решение. Поэтому, ребёнок, если ты сомневаешься, ты всегда можешь со мной поговорить, я тебя поддержу. Будьте другом для ребёнка, это очень важно. Ваш ребёнок должен знать, что он может всё с вами обсудить. Я, например, со своей мамой стеснялась обсуждать мальчиков, влюблённости, потому что моя мама в этом тоже была достаточно закрытым человеком. А мне этого хотелось. Мои девочки со мной обсуждают всё, и я надеюсь, что мы будем с ними обсуждать вообще всё. И у нас не будет тема секса запрета или ещё что-то, потому что это нормально, когда ребёнок в первую очередь идёт к родителям, может с ними открыто поговорить, знает, что там он не получит в лобешник. Поэтому и здесь будьте выступить и другом, и скажи, ну давай рассмотрим с тобой варианты. Всегда очень важно начинать разговор, когда вы не знаете, что ответить, давай рассмотрим варианты, давай подумаем. А что будет, если будет так? А что если он же ребёнок? Он же ребёнок, он ещё не может так логически мыслить, он ещё не может смотреть в будущее. А вы рассматривайте, говорите. Скажи, ну слушай, ну вот даже там тренер, представляешь, ты классным тренером становишься, там ребёнок приходит, и ты говоришь, типа я школу не закончил, у него уважения к тебе как к тренеру не будет. Давай, ну школа, ну господи, ну на тройке закончи эту школу, на двойке, ну как-нибудь там. То есть вот понимаете, каким-то таким моментом обсуждения, чтобы он не чувствовал, может быть, он не хочет заканчивать школу, потому что ему там страшно, не знаю, экзамены, гиперответственность. Найдите подход, находите подход. Базовые вещи всё равно нужно сделать, всё равно. И авторитет в данном случае играет. Я не хотела заканчивать университет. То есть у меня так случилось, что я к окончанию университета вообще не хотела учиться. Я была всю жизнь отличницей, и тут у меня наступил такой момент, когда я себе сказала, я заебалась быть отличницей. Ну типа, что я перфекционистка? Я думаю, я так в школе за всё переживала. Думаю, реально мне учительница сказала. У меня была учительница, она до сих пор работает в школе, и она мне сказала, когда я рыдала, а я рыдала всегда, знаете, с захлёбом. Мне влупили тройку по экзамену, я потом его пересдала на пять, но медали не получила ни серебряной, ни золотой, хотя у меня в эти статьи одни пятёрки. И я рыдаю вообще там. Она мне говорит, хочешь, я тебе секрет открою? Я говорю, хочу. Она говорит, знаешь, табель во взрослой жизни можно засунуть в задницу. Она никогда не говорила таких слов. Я ей говорю, в смысле? Она говорит, в прямом, в задницу. Он не имеет во взрослой жизни вообще никакого отношения. То, какой ты человек, имеет. То, умеешь ли ты выражать свои мысли, имеет. То, сможешь ли ты классно себя презентовать, имеет. То, есть ли у тебя энергия, имеет. А табель не имеет. И на меня это произвело впечатление настолько, что в университете на пятом курсе я поняла, что диплом тоже ничего не имеет. То есть я осознала, что ничего вообще не имеет в жизни общего с моим успехом или ещё чем-то. И я решила забить. Мне хотели... Ну, вообще, там дипломная работа, я вообще забила. И у меня ректор мой, Михаил Михайлович Поплавский, дай Бог ему здоровья, в Киеве это университет культуры. Я работала у него какое-то время, и потом я была в группе. Ну, в общем, он звонит мне лично на мобильный телефон. И говорит мне, ты что, охуела? Вот так вот он мне говорит. Этот голос я бы, конечно, узнала и ночью. Он мне говорит, Оля, типа, ты что? Я ему говорю, Михаил Михайлович, знаете, а я очень его любила, он очень мне помогал, он мне помог перевестись с контракта на бюджет. Ну, в общем, я ему говорю, Михаил Михайлович, вы знаете, ну, такое дело, я прям не хочу. Я больше не хочу учиться, я говорю, у меня всё. Он мне говорит, ты что, типа, вообще, я тебе предметы там какие-то закрою, диплом я за тебя не сделаю. Иди, типа, снимай. А я училась на дикторе-ведущей телевидении. Вот, и я сняла дипломную работу, всё защитила, всё было нормально, я получила свой диплом, я очень ему за это благодарна. Вот, поэтому, ну, потому что было бы тупо как-то. Училась-училась, недоучилась. Работаю на босса, подскажите, надо всегда соглашаться с боссом, даже если он не прав. Наташа, такая вот история всегда очень простая. Значит, есть три варианта развития событий. Первое, вы всегда соглашаетесь с боссом, принимая то, что он всегда прав, и всё. Второе, вы говорите боссу, что он не прав, и тут есть вилка. Вилка такая. Первое, босс вас может повысить, второе, он вас может уволить. Повысить, потому что поймёт, что вы не дура, уволит, если он не хочет, чтобы кто-то с ним спорил. И есть третий вариант, если ваш босс всё время неправы, вы знаете, как правильно уходить и делать своё дело. Вот, сделай правильно, потому что всегда очень классно сидеть со стороны, что-то крякать, вот, но тем не менее. И люди уходят, многие проваливаются, а многие делают очень круто, и ты понимаешь, что это достойный человек. Тут очень важно с личной самооценкой, и вот понимать, что ты реально сможешь, что ты справишься. Я была наёмным сотрудником недолго в своей жизни, но я сразу же поняла, что я не наёмный сотрудник, что я обожаю ответственность, я могу рисковать, я хочу делать сама, я хочу отвечать. Помните, я не знаю, как у вас, в моём детстве каком-то таком, постарше, была такая типа фишка, ты отвечаешь, отвечаешь, я отвечаю, вот и я отвечаю. У меня было такое. Вот и всё, меня уволил. Ну, видите, вот это как бы история очень простая. И тут никогда не знаешь, как будет. Так, вы чудово, я вагитный тренер, цель – разработка онлайн-программы для вагитных, но постоянно работаю в зале, не могу выделить время на разработку своей идеи, что ещё порадует, ну, что я вам могу порадовать, вот, я вам ничего не могу порадовать, это же, вы же понимаете, как бы вам нужно время в любом случае. Вы хотите чудо, вы либо жертвуете одним, либо жертвуете другим, либо находите какую-то возможность. Ну, можно работать не каждый день, а через день, можно работать по полдня, можно, ну, тут всегда, вот знаете, у меня тоже всё время большое количество сверхзадач. Вот сейчас у меня вообще появились дети, появились в том контексте, что как-то в этом году их стало сильно больше в моей жизни, ушёл офис из моей жизни, я поменяла вообще свои взгляды на многие вещи, сейчас у меня ещё исчезло няня, я приняла решение её не брать. Мои дети стали более заняты, но тем не менее, моя занятость очень сильно возросла, и у меня всё время есть огромное количество задач. Я для себя, вот когда начала думать, ну, как мне быть, есть две позиции, первая, стать в позицию жертвы, боже, как всё сложно, я ничего не успеваю, второе, подумать, как всё успеть. Я встала раньше вставать, вот я сейчас стою, там, в среднем около 6 утра, иногда чуть раньше, иногда чуть позже, потому что с утра у меня ещё полчаса я делаю практики, сразу не выходя из постели, иначе потом это трэш. И у меня время идёт, вот клянусь вам, прям вот по минутам, минуту за минутой, минуту за минутой, вот всё время. Вот просто я могу рассказать день, он у меня просто расписан. Мне стало редко снимать сторис, ну, не успеваю очень многие вещи, или если снимаю, то только за рулём, в точках передвижения. У меня началась реабилитация, ещё курс реабилитации, там, по спине моей и плечу, и я в течение трёх месяцев каждый день, кроме выходных, по 2 часа утром с 8 до 10 в среднем провожу ещё там. У меня не было времени на тренировки в последнее время, я как-то вот месяц не ходила на тренировки, у меня болело что-то, и я не могла найти время. Сейчас я его нашла с 8 до 10, я отвожу детей в школу и как бы начинаю. Маленький момент, я не могу выйти из дома без помытой и уложенной головы и макияжа, поэтому я встаю ещё на час раньше, на час раньше, чем нужно встать до детей, чтобы потом я могла спокойно собрать детей. Это к чему? Не к тому, что я молодец, а к тому, что если это для меня ценно и важно, я нахожу на это время. И я для себя приняла не жаловаться, не ждать, когда это закончится. Я сейчас создаю два новых продукта, тренинга. У меня 5-6 одновременно идут чатов в рерайтере жизни. Это ежедневное общение, рерайтовцы подтвердят вам это. Но тем не менее, я приняла это за свою жизнь. Каждый день я вожу Еву на тренировки, у неё бальные танцы every day. Папа водит Алису на гимнастику, она рядом находится. То есть, жизнь очень бурная, но когда ты принимаешь решение всё в неё засунуть и принять это как свою любимую жизнь, то ты живёшь. Если ты начинаешь, типа, о боже мой, ну, тогда нет. Тогда, тогда ты наёмный сотрудник, который просто может распоряжаться временем, которое тебе оплатили. Вы же хотите бизнес, вы же хотите, чтобы у вас был онлайн-тренинг, но это сверхусилие. Да, как не ругать себя за все свои действия любые? Работать над собой. Ну, я как что могу сказать? Это постепенная работа над собой, над своей осознанностью. Только когда вы начинаете расти внутренне, внутренний рост, вот, рерайтер жизни. Вы же вроде в рерайтере или собираетесь, я, может, это помню, вроде бы ваш ник. Много работаем, мало зарабатываем, такое чувство, что обречён, как разобраться со своими тараканами. Это называется финансовый потолок. Это тоже денежные программы, не разрешив которые, вы не сможете зарабатывать больше. Мало того, вы сможете зарабатывать больше, но тем не менее, все деньги у вас будут уходить. Это программа денежного потолка, всегда ментальный уровень. То есть, пока мы внутри у себя это не изменим, тут вам нужна программа, тренинг по-любому. Я просто знаю огромное количество людей таких. Пока внутри не перещелкните, у меня было точно так же. Всё время будет вот эта нехватка. Деньги будут расти вместе с расходами. То есть, вы типа думаете, ну как? В смысле? Вот всё время будете упираться в это. Вы запускали много проектов, как вы понимали, что бизнес-идея сработает? Никак. Никак не понимала. Это вопрос того, в любой идее важна ваша энергия. Вопрос того, насколько вы готовы сверлить. Свадебное агентство, первый мой проект, был самым сложным. У меня просто не было выбора. Он у меня вообще не получался. Просто вообще, что бы я ни делала, он не получался. Но у меня не было выбора, потому что я ничего другого не могла вообще делать. И я уткнулась туда носом и сверлила, как дятел, знаете, и очень много энергии вплёскивала, как рыба, которая пытается выбиться из банки. Я вот так вот билась, 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 придумывала каждый день, что ещё, что ещё, что ещё. И в итоге стало number one. Вот так случилось со свадебным рынком. Но там была другая история. Там была история несчастья моего. То есть, я реализовалась там сильно, но внутренне мой потенциал там был не раскрыт. Я внутренне была несчастна. Сейчас я очень счастлива и внутренне, и внешне. И это мега круто. Знаете, у меня вчера был такой день интересный. Деньги приходили в среднем раз в две, в три минуты. Пикал телефон, и всё время приходили деньги. Счета оплачивали людям мой марафон, там ещё что-то. Это охуятительное чувство, когда ты понимаешь, что ты делаешь крутой продукт, ты делаешь крутую штуку, ты делаешь что-то важное, ты не хочешь отдыхать, ты помогаешь людям, и тебя прёт. Каждый день какие-то письма от людей. Кто-то родил, вот недавно была у меня девочка, написала мне, которой поставили, ну, типа, угрозу ребёнка с синдромом Дауна, рождения в июле. Она мне писала, и она мне написала сейчас. Она родила здоровую девочку, занималась, практиковала. И, знаете, каждый день такие штуки, ты вообще понимаешь, какой вообще охуенной вещью ты занимаешься, насколько ты счастлив в этом. И как бы ты там не уставал, какие бы сосуды порой не лопались в твоих глазах, ты счастлив. Вот сейчас это со мной происходит, оно очень крутое. Так, какие книги посоветуете? Да никакие. Посоветую перестать читать и приходить на рерайтер. Вот это ваше чтение, забивание каналов с надеждой каналов своих, с надеждой на то, что это что-то изменит, это такое, знаете, вы что, мало читали, что-то сделали. Вопрос не в том, чем вы забиваете свои каналы информационные, вопрос в том, что вы готовы делать, вопрос в том, какие решения вы готовы принять. На тех пор, пока вы не приняли решение меняться на самом деле, пока каждое ваше новое действие за день не подчинено вашему самому главному решению, больше не жить той жизнью, в которой вы живете, ни хрена не получится. Вы просто будете, прочитайте еще одну книгу, поэтому даже не буду рекомендовать. Так, сыну 16 лет, домучиваем 11 класс, никак не может определиться с будущим выбором из увлечений, только дела амурные, такая обида на него, что не могу даже с ним общаться, я теряю ребенка. А вот вам нужно решиться вопросом, вы теряете его из-за своей обиды, понимаете? Ваша обида, она вас съедает. Я думаю, что вам просто нужно разочек поговорить с хорошим психотерапевтом, вот он вам больше по этому конкретному вопросу раступлит, и вы поможете своему ребенку. Ваша задача не обижаться, он вам ничего не должен. А вы было бы круто, если бы смогли ему помочь. Значит, минута 57 показывает мне мой классный телефон. Все правда, вы сейчас мега гармоничны, благодарю вас за вашу энергию. Спасибо вам большое. Значит, ребят, мы заканчиваем этот чудесный эфир. Итогом всегда является одно, я вас жду на рерайтере жизни. Всегда говорю, что рано или поздно вы туда попадете, попадайте раньше, потому что то, что мы там делаем, и то, что вы там получаете, это сильно больше, чем я способна описать словами. люди меняются в любом возрасте, но при условии, что они хотят измениться. Все, что вы хотите, вы сможете получить. Это факт. Но вам для этого нужно проделать личную работу. Какую работу, как ее делать, что читать, строгать, прикладывать к голове, чем мыться, я во всем вам в этом помогу разобраться. На рерайтере жизни пока еще есть лично я, потому что, если мы скоро, не если, а когда мы скоро выйдем на большие группы, то уже у нас будут разделения по тарифам, и, скорее всего, я не буду во всех группах лично всем отвечать, присутствовать, просто потому что уже...